Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на телеканале «Импакт» в студии на программе «Влияние». И, конечно же, с вами сегодня будут общаться очень интересные гости. Сегодня ведущий Дмитрий Селюк и очень интересный гость. И, кстати, у вас есть только 15 секунд для того, чтобы взять чашечку кофе или чая, потому что дальше вы не оторветесь от вашего экрана. Так будет интересно. С нами гость сегодня Эвелина. Она очень известный миссионер, известный писатель, известный спикер на конференциях. Что еще можно сказать? В детстве когда-то еще исполняла песни, пела. То есть много чего еще мы сейчас узнаем. Но первый вопрос такой очень интересный о самом имени. Некоторые мамы называли Наташа, Маша, Оля. А почему тебя называли таким интересным именем Эвелина? Здравствуйте, Дмитрий. Я задавала этот вопрос своей маме. И скажу откровенно, до 5 лет я хотела, чтобы меня звали Катя. У меня была подружка в садике. И я всегда говорила, мама, почему ты меня не назвала Катя? Но она мне рассказала историю свою, что когда она была беременна мной, и они с моим папой, они поехали в Польшу, и там были родственники. И она говорит, что она увидела маленькую девочку Эвелина. И она, говорит, была такая радостная, такая вот полная жизни. И вот в тот момент они решили назвать меня в честь этой девочки. Только потому что радостная, она личная была. Значит, ты такой и стала. Знаете, один из переводов имени Эвелина – это «дающая жизнь», это «сила жизни». Поэтому… Вау, ну это здорово. Значит, ты ими оправдала себя. Ну, я надеюсь. Хорошо. Значит, сегодня мы говорим о твоей судьбе. Да. Ну, понятно, что каждый человек уникален по-своему. Вот. Но все-таки такие есть интересные люди, у которых интересна судьба, и интересно даже слушать о том, как происходила жизнь, как само начало. Читал о тебе, что у тебя детство было такое очень счастливое. Как-то ты так и говорила о себе, что счастливое детство. Вызывали тебя принцессой, ты так себя чувствовала. Это правда? Да, это правда. И да, я могу с уверенностью так сказать, что у меня было очень счастливое детство. И родители меня любили, и я много очень путешествовала. Я помню, как мне было лет пять, и мы с родителями были в Таиланде. И впервые в жизни я кормила слонов со своих рук такими маленькими бананами. Поэтому было очень-очень увлекательное детство до определенного момента. Ага. Так вот, значит, это и следующий вопрос. Что-то за момент был тайкой. И, конечно же, возможно ли вообще такое, чтобы у человека с таким прекрасным детством потом что-то случилось? Да, и это была моя сказка, если я могу сказать так, в которой я жила. Но когда мне было восемь лет, в отношениях у моих родителей у них были проблемы, и они развелись. И поэтому я думаю, что... Сколько тебе лет? Мне было восемь лет. Да, и если вот мы... Я верю, что жизнь, она поддельная на сезон, и если вот детство моё это было очень счастливое, то с восьми лет начался другой этап. И когда они развелись, когда папа, он ушел из семьи, конечно, это была совершенно... Это была уже... Началась совершенно другая история. То есть это уже была печальная жизнь или в перемешку? Я не могу сказать, что это была печальная жизнь, но я думаю, что это был момент переломный, потому что я начала задавать вопросы, хотя я была маленьким ребенком, там, восемь-девять лет. То есть папа любит, не любит, почему оставил, да? Какие вопросы задавала? И такие вопросы. Вопросы о смысле жизни, и они рождались... Уже восемь лет? Да, восемь-девять лет, потому что я не могу говорить о всех, но лично, когда я как маленькая девочка, я, может, не совсем понимала, что происходит между моими родителями, но во мне это рождало определенные вопросы. Почему так происходит? И что происходит? Я не понимала до конца, что, как бы, что... Что такое развод вообще, да? Что такое развод и как это проходит? И поэтому как-то с детства я всегда любила записывать все на бумагу. Я... Мой любимый предмет, это была литература, русский, и я любила... Русский, да. Да, но я любила читать, и я любила писать, и поэтому, наверное, это был один из моих методов, как я изливала свою душу и сердце. И вот с двенадцати лет я начала писать такие стихи и поэмы, которые, да, о жизни, о смерти, о безысходности, поэтому, наверное, мне было так легче. В двенадцать лет о смерти, значит, очень интересно. А папы вообще, как было отношение после того, как расстались? То есть с папой общались, беседовали, как-то так... Отношения... Мы общались, мы встречались с моим папой, но отношения, они, конечно, они были разрушены. То есть ты можешь встречаться с человеком, ты можешь, как бы, даже проводить время, но мое сердце... Чувства не было такого, что предал родной отец, не было такого? Ну, конечно, было, и потому что это сердце маленькой девочки, которая хотела, чтобы ее папа был рядом, чтобы папа обнимал ее, говорил, что он ее любит, чтобы просто было... Не просто на словах, что у меня есть папа, но что есть папа, который находится у меня дома и может быть моим защитником. Но когда, как бы, как роль отца, он у него... он ушел, и у него была дальше своя жизнь, конечно, это сердце маленькой девочки, оно взывало к этому. И поэтому у нас не было... у нас не было отношений. Ну, а потом как отношения налаживались? То есть как смогла ли простить отца, ну, так сказать, или как наладить взаимоотношения? Это был целый путь, и это был путь прощения, и я могу сказать, что своими силами или какими-то своими возможностями я думаю, чтобы я никогда не простила. И следующий, если мы говорим по этапам, следующий сезон, этап был в моей жизни, когда Бог по своей милости, я узнала о нем, что он не просто слово, он не просто традиция, что Иисус на самом деле исцеляет, что он на самом деле прощает, и мне рассказали, что он живой. И вот с этого момента, когда я приняла Иисуса, мне было тогда 14 лет, 14-15 лет. То есть если бы Иисуса не приняла, то Папа, может быть, и не простила бы? Я думаю, да, потому что почему, если я вот говорю про свою жизнь, я поняла, когда уже в процессе какого-то осознанного христианства, что меня простили незаслуженно, что Иисус умер за меня, Он простил мои грехи, когда я еще тоже делала много неправильных вещей, но Он меня возлюбил не потому, что я была там хорошей или плохой, а Он просто отдал свою жизнь. И я училась прощать и верить, потому что я поняла, что меня тоже простили. А не было потом, так сказать, проблем с Небесным Отцом по той причине, что вот с земным Отцом не всегда все получалось? Когда? Ну, первая, наверное, стадия, когда, я могу сказать так, когда я узнала, что Иисус живой, я начала ходить в евангельскую церковь, у меня было ощущение до этого момента, что я была мертвой, и дальше я жила, и первое ощущение, что я пережила с Иисусом, это что Он дал мне свой мир, и я как будто вдохнула жизнь, вот то есть я как будто в первой жизни почувствовала, что я живая. Вкус жизни почувствовала. Да, вкус в жизни, на самом деле. Небо голубое, травка зеленая. Да, вот как говорят, иногда люди говорят об этом, и может быть, если ты это не пережил, если ты не видел этой разницы, то это трудно понять, о чем ты говоришь, но я впервые в жизни захотела жить. Я часто привожу такой пример, что мне казалось... Сори, перебил. Да. А разве что, не хотелось до этого? Нет, не хотелось, потому что я знала, что я чувствовала, просто что внутри меня я носила это кладбище внутри себя, и у меня... То есть проблема с отцом чистая. Это не только проблема с отцом, потому что это же все начинается, это же как корень. Проблема с отцом. Это счастливое детство. Это счастливое детство, а потом рушится, а потом, допустим, вообще образ отца, образ мужчины, который отсутствовал в моей жизни, когда ты понимаешь хорошо, человек, который не знающий Бога, что, допустим, у меня нет защитника, у тебя начинает вырабатываться столько, когда ты сам себя должен защищать. Или у меня есть мама, которая, к примеру, может меня защитить, или у меня есть я, и у меня больше никого нету. И, конечно, это рождает проблемы в отношении... Ну, не то, что бить, но, знаете, знаешь, когда ты строишь стену, потому что если ты однажды пережил боль, если ты однажды пережил предательство и разочарование, ты начинаешь смотреть на человека. Ну, в моей, как бы, ситуации, это на мужчин через призму своей боли. И мне казалось, что все обманывают, что все предают, что мужчины, они не сдерживают свое слово. И, конечно, когда я пришла к Иисусу, как говорят, вот это первый момент, это первая влюбленность, я как будто начала дышать. Я могла просто вдохнуть эту жизнь, но я верю, что это... Иисус нас спасает. Я верю, я никогда не говорю, что я пришла к Иисусу. Я верю, что Он меня призвал, Он меня нашел, Он меня спас. Но дальше вот с этим у меня был багаж, и у меня был багаж... И с багажом пришлось разбираться потом, да? Да, конечно, это багаж и непрощение, претензии. У меня было очень много претензий. Претензий к Богу, да? Претензий... И когда я смотрела на Бога, ну, я слышала в церкви там проповеди, где-то служения, что Бог, Он всемогущий, Бог вседержитель. То есть у меня потом начался такой период формирования Бога, как в моем разуме, и я его могла назвать кем угодно. Вот говорят, Бог есть Целитель, Господь Савов, там есть много разных имен. Но не как отец, не как папа. Мне было все равно трудно. Мне было трудно, потому что я всегда смотрела через призму того, кого я видела в своей жизни. Вот, но пришел один момент, и вот опять продолжая сезон и этапы, когда я сказала, Иисус, если ты сказал, что в тебе есть свобода, что ты умер за нас, за все наши грехи, за все проклятия, я не хочу просто слышать об этом, я хочу жить в этом. И если это произошло, да, это было ужасное событие, это то, что разрушило меня, это разрушило мою семью, но это было 8 лет, когда мне было всего лишь 8 лет. И дальше девочка уже выросла, девочке уже 20 лет, и я понимаю, что это дальше мой выбор, да, или продолжать идти с этим багажом, с этим грузом. Я не знаю, если ты видел, когда-то есть такие картинки, в интернете показывают человеку, у которого есть непрощение, как будто камни, камни, камни внутри. И ты под этой тяжестью, я поняла, и у меня рождались вопросы, а как я когда-либо вообще буду строить свою семью? Хочу ли я так же смотреть на всех мужчин в своей жизни? Я поняла, нет. И я сказала, Иисус, наверное, пришел момент, помоги мне простить. И вот один из таких дальше переломных моментов, и это было ровно 5 лет назад, это было в ночь, я помню, я такой человек, я всегда помню важные даты в своей жизни. И это было число с 11 на 12 июня, потому что 12 июня у меня день рождения. Так, дорогие друзья, запоминайте. Да, и, кстати, уже скоро. И я была с папой, я была с его семьей, праздновала свой день рождения, мы были на отдыхе. И он... То есть с папой уже отношения наладим? То есть, как сказать, множество раз, и папа свидетель этому, если он будет смотреть этот эфир, он подтвердит это, что мне казалось, что я простила много-много раз. Ну, я же христианка, правда? Ну, все должно быть хорошо. Заставляла себя. Да, я простила, провозглашаешь во имя Иисуса, я простила. Но здесь есть такой маленький нюанс. Простил ты или нет, рано или поздно, все, что у тебя есть внутри, оно будет выходить наружу, и это будет ясно. И то есть, к примеру, с папой, ну, вот все хорошо, кажется, я, аллилуйя, в таком очень хорошем расположении духа. Что-то стоило моему папе сказать не так, или что-то, ну, как бы сказать. Все, что было у меня внутри, это выливалось. И я сама понимала. И потом Дух Святой меня обличал, и я понимала, что там нету прощения. И когда пришел вот этот вечер, это был вечер моего дня рождения, я настолько внутри поняла, я сказала, я не хочу больше жить в этом непрощении, я не хочу достаточно. Знаешь, это есть момент, когда как будто твоя чаша переполнена, я сказала, я хочу принять свободу, о которой мой Бог обещал и заплатил еще 2000 лет. назад. И вот в эту ночь папа мой, он любит делать подарки, он мне дарит подарок. И такой, знаешь, вот я увидела перед собой мой папа, но как будто вот глаза маленького мальчика, который вот так вот дочке своей, и он сам знал свою вину. И я ему много раз напоминала о его вине, и что он сделал. Знаешь, и я как бы его, будучи христианкой, мы иногда так, ах, не любовью, знаешь, а вот еще больше осуждая и нагоняя вину. Я посмотрела на него, я сказала, я говорю, папа, я говорю, я хочу, чтобы ты за меня помолился и благословил, потому что меня благословляла моя мама. Вот тогда же неверующий был, да? Да, да. Сейчас я скажу. Знаешь, меня благословляли мои пастора в церкви, но я всегда, я слышала об этом, и мне было важно благословение отца. Я верю в благословение отца. И он не знал, что делать, и он такой, доченька, у меня так доченька, он говорит, доченька, пусть у тебя все будет хорошо. Я говорю, хорошо, я говорю, спасибо, пусть будет все хорошо. Я говорю, можешь дать мне свою руку? И он дал мне свою руку. И я положила его руку себе на голову. Я говорю, ты можешь, пожалуйста? Я говорю, давай вместе помолимся. И знаешь, в этот момент, вот просто я знала, что Иисус там вместе с нами. Я сказала, повтори за мной. И он говорил, Отец Небесный. И он обращался к Отцу Небесному вот так впервые. Он говорит, я как земной отец. И он повторяет, я как земной отец, я отдаю тебе свою дочку, я благословляю ее тебе на служение. И я хочу, чтобы она была благословенна в тебе. Я отдаю ее в твои руки. И ты знаешь, в этот момент просто у меня было ощущение, вот все, что враг разрушил в нашей жизни, вот эти года, это не месяцы, это года, когда мы носили, я носила эти камни просто, это не прощение против своего папы. Я знаю, что он не говорил, но я знаю, насколько было ему тяжело. И в этот момент мне казалось, вот просто Иисус вот такой, своей любовью начал это восстанавливать. И не просто на словах. Я увидела, что единственная сила, которая побеждает ненависть, которая побеждает разочарование, и все, что было сломлено, это сила любви Иисуса Христа. Он плачет, представь этот момент. Я плачу. Его жена, его супруга плачет. Плачет его ребенок. Там были неверующие люди, которые не знали Бога. И я впервые в жизни, знаешь, иногда ты можешь, вот ты спрашивал, ну вот ты встречалась с папой, были восстановлены отношения. Ты можешь просто встречаться с человеком, просто говорить, и не было ничего восстановлено. Впервые в жизни, вот это вот в ночь, когда мне исполнялось 22 года, я захотела увидеть своего папу и увидеть его глазами, как видеть его Отец Небесный. И он тоже был заложник своей ситуации. Он тоже, его отец пил, и он тоже рос без любви. И знаешь, когда я впервые его увидела, как его видит мой Отец Небесный, что он тоже нуждался в любви всю свою жизнь, и я посмотрела на него, и я сказала, папа, прости меня за то, что я осуждала тебя очень много лет. Я прошу у тебя прощения. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. И я хочу, чтобы ты был счастлив. И он попросил у меня прощения. Он говорит, все, что я хочу, чтобы ты была счастлива. И этот момент, знаешь, я видела торжество моего Господа Иисуса Христа, что Бог, это не просто теория, это слово, которое живо и действенно и сейчас. То есть, другими словами, можно простить разумом человека, вести себя, как будто бы все нормально, а в душе все равно еще садок, остаток, багаж. Конечно. Но это всегда выбор человека. Да, правда. Велина, чуть-чуть, если можно, вернемся назад. Когда ты покаялась, насколько искренним это было покаяние? У меня было два момента, я могу сказать так, очень такие интересные. А когда я первый раз пришла в Евангельскую церковь, то есть, ты можешь представить, до этого церковь, у меня был один образ церкви, ну, два, признаюсь, это была православная церковь и католическая, да, то есть, в православной, ну, я знала иконы, в католические, другие традиции. Я пришла в Евангельскую церковь, и там нам надо было сразу выйти наперед, к алтарю, и встать на колени, и так принять Иисуса. То есть, я встала на колени, я ничего не поняла, почему я это делаю, но я произнесла молитву. Я верю, знаешь, даже если, может, мне неосознанно, Иисус... это была Лютранская церковь? Нет, первое, это была Евангельская, это была Песятническая Евангельская церковь. И, когда я услышала о живом Иисусе, ну, я не поняла, зачем мне каяться и что происходит в этот момент. То есть, что такое Иисус, еще не совсем понятно. То есть, это было очень традиционно, очень образно, ну, я покаялась. Но потом, мы на протяжении нескольких месяцев, вот, первых мы ходили с мамой в церковь, и ты знаешь, в одно воскресенье, знаешь, вот есть воскресенье, я думаю, которое есть у Господа, в календаре. И у меня так коснулось служение. Я посмотрела на свою маму, представь, мы новообращены, я говорю, мам, а как ты думаешь, я могу покаяться, ну, сегодня? В смысле, еще раз? Ну, да, она говорит, доченька, ну, ты уже каялась, мы вроде уже каялись, но я думаю, что нельзя. представь, она говорит, я думаю, что нет. И знаешь, я так, я думаю, ну, неужели, наконец-то я поняла, что я грешница, что мне нужно покаяться, и нельзя. Но мы вышли к пастору наперед, и там какие-то были миссионеры на тот момент из Америки, и я так, я просто, я даже не могла ему объяснить, я так плачу, я говорю, я говорю, я хочу покаяться, я говорю, я хочу принятие Иисуса, и это уже было после собрания, и он просто вел меня в этой молитве, вот я до сих пор вспоминаю, и ты знаешь, я впервые в жизни, я не просто произнесла, я поняла все свои внутренностью, вот те слова, которые мы пели много месяцев, что я, и ты, я белее снега, вот когда ты очистил меня, Иисус, я белее снега, и я приняла вот Иисуса, вот там вместе пастор вел меня в молитве, мы сели с мамой в машину, на протяжении нескольких часов, я просто плакала, и плакала, и плакала, и вот если как образ, мне казалось, что меня поставили под душ, знаешь, и что омывает, омывает мое сердце, и душу, и мою внутренность, и я знаю, это был день моего покаяния. А, это здорово. Ну вот, допустим, я с детства верующий, много людей с детства верующие, как ты им обычно объясняешь, что такое покаяние? Ты имеешь в виду, с детства верующим? с детства верующим. То есть есть люди, которые с детства ходили в церковь, вот, ну как бы переживали, и каялись, ну как же день же шкаешься, господи, там очень ваш молитвы. Как ты им объясняешь? Мы можем объяснить, что такое покаяние. Да, лично для меня, это когда, это есть, я верю, что это черта, это черта между твоей прошлой и мертвой жизнью. Потому что для меня это было, это было для меня настолько осознанно, что я была мертвой, я ожила. поэтому, это особое переживание, когда ты реально чувствуешь, что это не ты, да? Ну, если мы говорим про момент покаяния, да, это было для меня так, что я поняла, что я ожила, наконец-то. И я думаю, конечно, что дальше это образ твоей жизни меняется, потому что если образ до этого он был грешный, ну понятно, вот мы говорим, хорошо мы осознанно, или неосознанно мы грешим, но для меня это было определенно, потому что я знала, если я, к примеру, пришла к Иисусу, есть вещи, которые я не могу делать, или я не должна делать, потому что я уже, я уже ношу Иисуса внутри себя, потому что Библия говорит, что я храм живого Бога, и что я новое творение, то есть это смена мышления, это то, что началось внутри меня, знаешь, конечно, с детства верующими это иногда труднее, потому что, конечно, это другое, значит, мне иногда, я не то, что говорю, ой, слава Богу, что я родилась, как бы не в детстве, ну как бы вот у верующих родителей, но я очень рада, что у меня был такой вкус и переживание, знаешь, как написано, что вкусите и увидите, как благ Господь, я его вкусила, потому что я знала, что такое вкушать этот мир, ты почувствовала разницу, я почувствовала разницу, я думаю, что дети, которые выросли иногда в христианских семьях, это церковь, становится традицией, иногда это становится просто религией, это просто собранием, воскресенье, да, и то есть Бог, это для тебя уже не как отец, а как твой дедушка, ну знаешь, то есть это получается, потому что ты живешь веру из своих родителей, да, и у Бога, как бы ты уже как внук, и это рано или поздно, даже, это я придерживаюсь такого мнения, даже и слава Богу за родителей, за прародителей, которые передают веру, которые передают, то они цену платили, чтобы мы сейчас слышали Евангелие, ну каждый должен стать лично ребенком Господа, приняв его, Иисуса в свое сердце. Аминь. Аминь. Значит, изучая твою биографию, прочитал такое, что, значит, ты покаялась в 14 лет, да, а 15 лет ты уже была лидером ячейки какой-то. Да, представь, что это такое. Что это такое? Вопрос у меня тоже такой был, что это такое. То есть, когда я покаялась, и я покаялась в одной церкви, потом так получилось, что у меня там не было друзей, и я, знаешь, я верю, что нам нужны друзья, нам нужно хорошее общение. И представь, у меня были все друзья из мира, и тут, а в церкви как-то у меня не было друзей, но потом в моей жизни это была девушка с моей школы, и она меня позвала в свою церковь, это также, это была евангельская церковь, но что произошло со мной там, а Бог дал мне друзей. И то есть, если я могу сказать еще один сезон своей жизни, есть место, а когда я приняла Иисуса осознанно, но пришел другой сезон, когда мне рассказали, что он может быть твоим другом, и что ты можешь иметь с ним отношения, близкие, как с другом. И вот эта девушка, ее звали Анастасия, ее зовут Анастасия, это дочка, а младшая дочка моего пастора, и так получилось, что я ходила к ней на домашнюю группу, и она вела домашнюю группу, и то есть, я была такой ярым, ну, в хорошем смысле этого слова, горячей, да, вернее, потому что я ничего не знала, представь, и впервые, как будто мне дали этот свежий хлеб, мне казалось, что я всю жизнь ем какие-то, знаешь, вот просто какие-то ошметки, просто какие-то вот, вот как это, вот такое что-то, и тут мне дали... Чипсы, чипсы. Нет, даже я чипсы не любила в детстве, знаешь, это вот просто ошметки какие-то, и вдруг они дают мне хлеб, и я прихожу в церковь, и вот на домашнюю группу, и я вижу молодых людей, точно такой же, как я была, мне было 15 лет, молодых, красивых, которым, чтобы, знаешь, веселиться, не нужен алкоголь, которые могут просто радоваться в Иисусе, я не понимала, как это, и... И ты поняла сразу, что надо командовать, Да, ну нет, представь, нет, нет, я приходила со смиренным сердцем, и сидела с открытым ртом, и слышала, и слушала, что вообще есть что-то, призвание, судьба, и так получилось, что она вела, вот я могу, как сейчас, помню, она вела эту домашнюю группу, я ходила к ней в домашнюю группу, потом, а пришел сезон в ее жизни, она уезжала учиться в Санкт-Петербург, и был такой вопрос, что ей нужно было найти место, где проводить домашнюю группу, и я помню, у нас пастор объявляет там, ну, братья и сестры, ищи место, чтобы проводить, а я сижу такая, говорю, Настя, ну я спросила у мамы до этого, говорю, ты можешь у меня проводить, то есть вот начали у меня проводить, и потом, когда она уезжала, я знала, что она ищет лидера, и я понимала, что я настолько неквалифицирована, я понимала, что я ничего не знаю, но знаешь что, Иисус всегда смотрит на сердце, я верю, что он, знаешь, избирает не тех, которые квалифицированы, которые все знают, хотя это хорошо, но которые, которые просто, открытое сердце, и я говорила, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, все, что я знаю, Иисус меня спас, Он меня оправдал, и я хочу теперь жить для Него, и я сказала, можно, когда ты уедешь, вот так вот, 15-летняя девочка, ничего не понимающая, я буду вести твою домашнюю группу, и она посмотрела на меня, говорит, ну если ты хочешь, давай, и меня отправили тогда на курсы лидеров, новооспеченных, и ты знаешь, что, я помню, как сейчас я пришла, у нас такая была женщина, Татьяна, ее звали, и она проводила курсы, и знаешь, момент, это у нас собирались в банкетном зале, я пришла первая, а все опоздали, и 15 лет девочка, и она говорит, так смотрит на меня, она уже взрослая, думает, девочка, и она говорит, тебе что, больше всего надо, и она так, знаешь, спросила это, да, ну вот с таким, потому что все, многие лидеры, которые уже был статус, которые давно, они опоздали, они пришли туда, я говорю, да, и она говорит, значит, ты больше всего получишь, знаешь, потому что, и вот я просто была открыта, и когда ко мне пришли, ох, этот момент, ко мне пришли первый раз люди, когда, ну знаешь, я уже лидер, и тут мне надо было вступить в свою роль, и они пришли, многие из них по 10 лет ходили в церковь, для меня самое страшное, это было начать молиться публично, ну знаешь, перед ними, как-то, я так встала на колени, и я помню, помолилась, и я сказала, Господь, я ничего не знаю, но я прошу тебя, пусть твое присутствие будет здесь, и вот дальнейшее мое служение, моя Африка, если вот, о которой там, знаешь, в которой сейчас, это все началось в моей маленькой, нашей маленькой с мамой квартире, двухкомнатной квартире, где все вот это служение зародилось там, просто с открытого сердца. Хорошо, то мы сейчас, значит, переходим уже к призванию. Да. А откуда началось это призвание? То есть, может быть, с детства оно как-то там, 15 лет уже там Африка снилась, или что-то еще? Или как-то со временем, постепенно, по чуть-чуть, ты так понимала, что вот как-то, хочется туда, еще не уверена, может быть, нет. Откуда начиналось? Ты знаешь, именно желание помогать людям, оно было с детства, даже когда я еще не была верующей, потому что я видела пример своей мамы, хотя мы были очень обеспечены с семьей, но всегда, если она видела каких-то бабушек, у нас есть очень много, которые просили милостыню, все, что она делала, вот этот образ с моего детства, она покупала им продукты, и она приносила им, я всегда это видела. Я помню, одна была бабушка, она была поэтесса, и она писала моей маме стихи. Моя мама очень прививала ко мне вот такую любовь к людям, она, помню, с детства говорила, я однажды хочу построить дом для пожилых людей, и я вот с детства, значит, я тоже хочу быть частью этого. То есть это было как-то естественно, но когда я думаю, что когда мы пришли к Иисусу, Бог дальше уже начал как бы это вкладывать, как-то вот, знаешь, вкладывать свой образ, и первое, это мне было 16, 15-16 лет, я начала видеть судьбы, как-то я нашла где-то в интернете, детей в Африке, которых миссионеры находили в мусорниках, они находили на свалках, и когда они их уже одевали, когда они их кормили, когда они проповедовали им Иисуса, я помню, однажды я показала маме видео, я сказала, мама, это мои дети, они меня ждут, я говорю, это твои внуки, знаешь, я благодарна, знаешь, до сих пор своей маме, что она во мне это не убила, потому что на тот момент, представь, это мы просто же, вот, она не сказала, дочка, ты что? Да, знаешь, разрушай это во имя Иисуса, не дай Бог, такое состоится, этого не было. Искушение, да, искушение, знаешь, нет, и она просто на меня смотрела, она говорит, я буду молиться вместе с тобой, то есть она, знаешь, она настолько, я думаю, она меня настолько научила верить, и она понимала, что если это Бог, это состоится, а если нет, то ей не надо даже переживать, потому что то, что не от Бога, оно будет разрушено. И дальше, как развивалась, то есть это я 18 лет, я закончила библейскую школу в Украине, я вернулась уже, когда в Ригу, я стала лидером у нас молодежного служения, я занималась молодежным служением, но параллельно, это желание уехать в Африку, оно всегда было там, но оно не получалось, я не знала никого, то есть возможности не было, я не знала лично ни одного человека, кто этим занимается, поэтому я подумала, так, я буду, я слышала это учение в нашей церкви, значит, ты должен быть верный в малом, и я сказала, хорошо, я буду верной в своей домашней группе, потому что моя домашняя группа продолжала быть, я буду верной в своей церкви, и мы просто ездили по детским домам в Латвии, дома престарелые, малообеспеченные семьи, много-много лет, я просто занималась этим, это было как мое полное служение. Что-то естественное для тебя до того, как ты еще поехала в Африку. Да, это было все мое время, потом к нам начало присоединяться больше людей, и произошло вот так открытие благотворительную организацию, которая есть сейчас, это исцеление любовью, это было открыто там, не потому что мы решили организацию сделать, а потому что к нам уже начали присоединяться люди, волонтеры, и многие были неверующие из них, и через это мы проповедовали Иисуса, и мы не могли уже как бы просто как какие-то там люди входить в детские дома, нам нужна была организация, поэтому это было все рождено очень естественно вот в этой квартире двухкомнатной, да. А потом как получилось? То есть получается, тебе приходит человек, или информация приходит, и говорят, значит, есть возможность поехать в Африку, есть возможность там куда-то еще поехать, есть возможность в Америку переселиться, а люди говорят, слушай, там в Америке крутая жизнь, там весело, интересно, развлекаться будешь всю жизнь, да, зачем тебе это в Африке? Да, но ты знаешь, а как услышала об Африке, вообще, как я туда попала первый раз, я начала слышать, что есть такая, потому что я очень много смотрела, единственное, вот это был еще, ну я думаю, ты знаешь, кто такой Сирен Харбонки, я видела его кассеты, и знаешь, меня это правда тронуло, это один из таких моментов, я увидела его кассету еще, я увидела, как миллионы вообще приходят к Богу, смотрели, и знаешь, у меня была большая честь сейчас, вот он сейчас делал последний крусет в Нигерии, его прощальный крусет, я тоже там была в Лагасе, и для меня это было так знаменательно, что я как бы при начале, он очень послужил для меня, и я увидела его последний раз, вот так вот, как он прощался с этим континентом и передавал дальше свое служение, то есть ты почувствовал, что он даже тебе так много передал, ну знаешь, я приняла это верой, я приняла это верой, потому что это было как бы, там были и встречи, и молитвы, и я сказала, там как бы он передавал эстафету служения, и я просто, когда он молился за Дэниела Календо, я сказала, я принимаю это просто во имя Иисуса Христа, не знаю, как это будет выглядеть, но я приняла верой, и об Африке, то есть у нас, у нас не было, у нас никто не ездил, я не слышала о таких людях, но я искала информацию, и я услышала, что есть такая славянская, миссионерская библейская школа в Джексонвилле, Флорида, проблема в том, что я никогда не была в Америке до этого, и я начала читать информацию на сайте, а там написано, для славянской молодежи в Америке, я думаю, ну вот это вот да, не подходит, и знаешь, много лет я пыталась попасть, в общем, как-то, ну и то не получалось, то я еще в школе училась, и пришел один прекрасный момент, и то, там надо было подавать документы в октябре, это был декабрь, это было за 10 дней до начала школы, и я подала документы, и мне сказали, если тебе дадут визу, мы тебя впустим в школу, и представь мне, это рождественские каникулы, то есть вот так вот, Бог все, знаешь, как вот он берет тебя в свой круговорот, так просто все складывается, мне дают визу в Америку на 10 лет, и таким образом, это был мой 2014 год, когда я попала, это был первый раз в Америке, первый раз в школе, первый раз как бы среди таких единомышленников, именно миссионеров, и нас уже тогда впервые именно отправили в Танзайю, ну и там уже начался такой, следующий. Ну и ты приехала туда, сразу появилось такое чувство, что вот оно, родное призвание, или же наоборот, такое чувство, что я тут делаю, Да, я очень люблю говорить об этом моменте, ну представь, вот дай себе я говорю предысторию, первый момент уже. Да, первый момент, если говорю, представь, столько готовилось, говорила, мои дети ждут, мамины внуки ждут, едем, все, молимся, ну приезжаем, так знаешь, так очень осторожненько, так уже аэропорт, уже чувствуешь, что ты где-то не в Европе, не в Америке, запахи, такое очень жарко, ну думаю, ладно, и у нас, конечно, я вот один момент, я никогда не забуду, мы попадаем, у нас был крусейд, большой крусейд, то есть, и у нас такие некоторые правила, к примеру, если закат, ты должен быть в машине, когда темнеет, потому что, ну это чуть опасность, никогда ничего не бросать в толпу, ну и представь, и нас чуть-чуть, и мы садимся в машину, и уже так темнеет, так мягко говоря, и мы садимся в машину, и с нами была очень добрая сестра, я ее запомню на всю жизнь, и у нее была одна конфета, и она из машины, представь, а нас окружает толпа, и она кидает эту конфету в толпу, одну конфету, ну и конечно, там, ну там начинается, дандрака, там в этом селе белых не видели, знаешь, они вот нас за кожу просто трогали, и тут нас, она кидает, и тут нашу машину начинает раскачивать, и мы едем дальше, и уже темно, и нас останавливают мужчины, они перегородили путь, они вообще с автоматами были, и у меня есть моя Библия, которая подарила вот эта моя подруга Настя, со мной она всю жизнь, такая красная Библия, я ее обняла в машине, я сказала, ой Иисус, помоги мне, и я ждала момент, когда мы доедем, мы тогда еще в отеле жили, позвонить маме, еле нашла связь, и я сказала, мама, я думаю, уже достаточно, то есть моя первая реакция, через четыре дня я хотела ехать домой, это честно, знаешь, я люблю об этом говорить, потому что, знаешь, для того, чтобы других, может быть, поддержать, кто-то приедет, сразу разочарование, может, и разочаруется кто-то, знаешь, в таком, но почему я об этом говорю, потому что в этот момент, просто представь, да, вот столько лет подготовки, столько лет ожидания, определенных ожиданий, Иисус просто начал мне говорить, Эвелина, если ты хочешь строить миссию на своей любви, на своем терпении, на своем понимании, то есть, то нам долго не хватит, да, мой источник, через четыре дня я уже поняла, что все хорошо, я готова ехать домой, и знаешь, и он делал работу во мне, я думаю, тогда была суть не в Африке, суть была во мне, чтобы просто поменять мой источник, и он меня тогда начал учить, что это о нем, и черпать любовь у него, и способность любить, терпеть, и видеть этих людей через его глаза, и это заняло несколько месяцев, правда, и когда, знаешь, вокруг всегда были люди, там в первый год мы служили, там были люди с проказу, у кого там просто проказа на руках, но, знаешь, есть много было таких по-человечески неприятных вещей, но мы начали молиться тогда с группой миссионеров, и говорить, Иисус, мы сейчас хотим тебя посещать, мы тебя хотим сейчас обнимать в лице этих людей, мы тебя хотим кормить, мы тебе хотим приносить воду, и это начало что-то менять внутри меня, и, конечно, тогда это просто эмиссия, знаешь, когда она не, она не зиждется, если так можно сказать, она не основана на твоих способностях, потому что все, что на человеческих способностях, она рано или поздно, она себя исчерпает, мой лимит четыре дня, но когда источником твоего служения, твоей любви, все, что ты делаешь, служение, где бы оно ни находилось, в Африке, в Америке, в любой точке земли, источником будет Иисус, как написано Яна 15, если вы пребудете во мне, я пребуду вас, вы принесете много плода, мы не искали плода, а искали Иисуса, а все остальное, оно рождается, естественно. Это здорово, это здорово. Дорогие друзья, если кто-то из вас только что присоединился к нам, у нас сегодня интереснейшее общение с очень уникальным человеком, Эвелина молодая девушка, но уже миссионер, уже с многолетним стажем миссионер, спикер на таких многих конференциях уже, вот, поэтому очень интересно нам общаться с тобой, Эвелина. Спасибо. Значит, следующий вопрос, вот, в отношении твоего призвания. Все-таки прошел месяц, второй, не было такого, что кто-то тебе звонит, подружки говорят, вот мы там отдыхаем, мы в Америке, мы где-то еще, на Старбак, а ты где там, в какой-то этой самой племени каком-то там бегаешь с какими-то африканцами, или что-то там делаешь, но не было такого чувства, что как бы, ну, может, в самом деле, столько в жизни теряешь интересного, хорошего такого, пропадаешь где-то там с какими-то африканцами, не было такого чувства. Иногда, ну, не иногда, я скажу так, А часто, наверное, когда люди, да, часто, ну так это будет более откровенно, когда говорят, о, в Африку, знаешь, с таким сожалению, с таким трауром на лице, я всегда говорю, это радость, это радость. И знаешь, радость здесь, и внутри так, потому что суть не в Африке, я знаю, что это то место, куда призвал меня Иисус, и в этом есть радость. И я никогда, и у меня бывали тяжелые моменты. Мой первый год, я праздновала второй месяц миссии, я отпраздновала с малярией в больнице. Я лежала под капельницами, еле меня там откачали. То есть и бывали такие моменты, и там разные, знаешь, мы переживали ситуации. Но когда ты понимаешь, когда у тебя есть цель, и я понимаю, что если это то место, то место, куда меня сам Господь Иисус привел туда, значит, это то место, где я должна быть, и все. И поэтому я, знаешь, я как бы отбрасываю, это не то, что отбрасываю эти мысли, я понимаю, что у каждого из нас есть свое предназначение и своя миссия. И миссия – это не то, что там только в Африке или в Индии, или страны третьего мира. Миссия – это предназначение, которому Бог дал каждому из нас. И если это мое место, в этом и есть моя радость. Ну, сомнения не приходили, что как бы вот, ну, может быть, я уже хватит тут, сколько можно? Ну, или, может быть, ожидания были такие, что я там приду, сразу все племя покается, тут никто не кается, и ты так думаешь, а что я тут делаю, может быть, надо уехать? Сомнений, а сомнений у меня не было, и у меня не было сомнений. Ожидания и реальность, конечно, ну, это всегда ты… То есть ожидания всегда большие. Да, ожидания и реальность происходящего, конечно, они разные, потому что, ну, и поэтому я, когда каждый, я молюсь, я говорю Иисус, я позволяю тебе рушь мои планы, рушь мои мечты, рушь миссию, может быть, ну, вообще, или то, что я придумала, я позволяю. Знаешь, иногда ты Богу, потому что ты иногда сам можешь себе настроить планы, и как будет выглядеть твоя жизнь, но самое, наверное, тяжелое, это отказаться от того картинки, которую ты представил в своей голове, когда не происходит так, как ты хочешь. Поэтому я поняла, я никогда в жизни не хочу оказаться частью той миссии, или частью того дела, в котором не видит меня Бог. Я говорю, если это не твое, если это я что-то придумала, «Пожалуйста, разрушь это и направь меня, направь мои ноги, направь мои мысли, направь меня там, где ты хочешь меня видеть». Поэтому в этом плане ожидания и реальность, конечно, да, в Африке особенно, это, ну, ты распланировал, к примеру, там, свой день, как он будет выглядеть, знаешь, или сколько ты часов где потратишь. А потом прибегает толпа. Да, при том прибегает толпа, у тебя сломалась машина, и вместо часа ты едешь 10 часов, и тебе, говорят, поменяют, ну, колеса, их не меняют, и ты учишься и терпеть, и ждать, и любить, и там, знаешь, там такой полный пакет. То есть ожидание и реальность всегда, да. Но сомнения нет, потому что я точно знаю, что это то, куда он меня призвал. Но я говорю вот сейчас, если, знаешь, брать, вот мы по сезонам как-то так сегодня у нас с тобой в разговоре мы много говорим. Я сказала, Иисус, если ты видишь до конца моих дней, ты видишь меня в Африке, я готова быть там. Если ты видишь, что я буду где-то в другом месте, я просто говорю тебе «да», потому что я знаю, что сезоны могут меняться. А возможности уже были? То есть, может быть, кто-то прилагал, давай переездь туда, там лучше. Были и призвали меня в Россию и в Латвию, ну, как-то так, знаешь. Хорошо, и что ты тогда делаешь, когда тебе что-то говорят, прилагают? Я знаю, что нет, потому что я знаю внутри, знаешь, я верю, что он дает нам чувствование. И я не говорю даже «пока что», понимаешь, потому что сейчас у меня в Африке, допустим, у меня есть дом, у меня там есть семья. Ты молишься, да, ты им говоришь, что я еще пока что подумаю, помолюсь, да, и потом скажу, да? Ну, я даже так это уже не говорю, потому что они знают. Ты же заранее знаешь. Да, ну, на данный момент, знаешь, потому что я знаю, что это мое место. Я говорю Иисус, к примеру, ну, даже потому что в моей жизни уже поменялось несколько континентов. Я жила в Европе, я училась в Америке, я сейчас в Африке. Континенты могут меняться, сезоны могут меняться, но есть один, который остается, который был, если грядет, и это Иисус. Поэтому я Его прошу в молитве, когда я молюсь, когда я с Ним общаюсь, Иисус, я хочу быть только привязана к Тебе. И где бы я ни оказалась, я хочу единственное, что знать, что Ты со мной, и что это Ты, и это Твоя миссия. И тогда я говорю тебе «да». Что было самым интересным и странным, чему тебя Иисус научил в Африке? Говори «да». Говори «да». В смысле? Когда я первый раз попала, вот тогда я говорила, да, с МВС, мы ездили в Африку, когда я вернулась, я видела людей, которые ходят на собрания в церковь, но их церковь выглядит как маленькая палатка, и они собираются в грязи, и там идет дождь, и они на этих своих коленях в грязи поклоняются Иисусу, пьют эту грязную воду. И когда я вернулась, это просто что-то родилось в моем сердце, и Бог вложил желание в мое сердце построить здание церкви и вырыть колодец с чистой водой. И я сказала вообще, я говорю «как это будет?» Я живу одна с мамой в маленькой двухкомнатной квартире в Риге, я говорю «как это будет происходить?» И тогда он просто проговорил, он говорит «Эвелина, знаешь, для меня это урок моей жизни и моей миссии, как фундамент, что миссия это не о тебе, это то, что он мне сказал, это не о твоих возможностях, это не о том, что ты можешь делать, это обо мне, и все, что мне нужно от тебя, это твое сердце». И тогда я сказала «да», и тогда это было 2015 год, когда я вернулась туда, и я полетела, как сейчас помню, такой ироничный был день, 1 апреля, знаешь, как вот, я не знаю, как в Америке, но у нас есть 1 апреля, это день шутки, никому не верю. Но я полетела туда с 4-мя огромными чемоданами, и у меня не было там представления, что я буду делать, у меня не было там финансов до конца, у меня было несколько людей, церквей, которые поддерживали, но не было ничего установлено, у меня не было команды белых людей там, у меня были черные люди, и я поехала строить здание церкви, не представляя всего процесса, почему, говорю, самое важное, я научилась говорить «да», и не долго думая, не размышляя «да», и доверяя, что если это он, все, что ему нужно, это «да». Вот на примере, вот как образ, как пример, это когда ангел пришел к Марии и сказал, ты зачнешь сына, и ты родишь, и она там написано, она смущалась, и она сказала, как это будет, как это будет, молодая девочка, как это, объясните Иосифу, как будет этот процесс, но он сказал, что Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и я вот думала, понимала ли Мария всего процесса? Ну, наверное, нет, ну, наверное, нет, но что она сказала? Она сказала важные слова, она сказала «да будет, по слову твоему», поэтому каждый раз, когда Бог говорит, Он мне сказал о церкви, я сказала «да будет, по слову твоему», и я поехала, и это как свидетельство Божьей славы, что в течение четырех месяцев в мусульманском селе было построено здание церкви на 300 человек, был вырыт колодец, человек, да, на котором написано «Иисус живая вода», и там до сих пор идет церковь, меня там нету, и меня там не надо, потому что там был Иисус, там есть Иисус, Иисус там будет, и там есть местные пастора, которые занимаются этим служением, сейчас, знаешь, вот почему, вот о важном уроке, я сказала Богу сейчас, да, переехав в Африку, и я об этом селении, в котором я служу, я услышала о нем в молитве, это было пророчество, звучало в мою жизнь, и никогда там не было, это совершенно другая часть Танзании, я переехала через всю Танзанию, я никогда там до этого не была, я никогда не видела это место, но я поверила, что это Бог, и представь, когда мы нашли это место, это, там не было воды, электричества, там не было ничего, эти люди... На каком языке это говорят? Суахили, но племена говорят на своих, это племя Масая, у них еще свой диалект. То есть ты выучил уже язык? Нет, нет, я в процессе, я, кстати, сейчас возвращаюсь, я, у меня есть учитель, я пойду в школу учиться, и представь, это мусульмане, это мусульманское племя, и я приехала туда, и я, и у этих людей, знаешь, у меня было ощущение, что когда красота и боль, они, они встретились вместе, невероятно красивое место, горы, какие-то такие красивейшие, как джунгли, какие-то цветы там растут, ну и боль, потому что их женщины выходили в 6 утра и возвращались в час дня, чтобы вернуться с маленьким грязным ведром воды, и я приехала, у нас были встречи, мы вот так вот собрали, представь, девочка белая приехала к ним, но ты не можешь ничего делать без разрешения старейшины, и вот эти вот мужчины, женщины, которые возглавляют... Подожди, извиняюсь, ты одна приехала туда? У меня есть мой друг-переводчик, это как мой помощник, я живу с ним и с его семьей, его зовут Самуил и Эстер, и я приехала вместе с ним, то есть, да, а белая одна, но вот он местный. И как сразу принимали? Очень настороженно. Беру молодую девушку, которая неизвестно чего приехала туда? Да, очень настороженно, и они смотрели, они просто слушали. То есть некоторое время просто изучали, смотрели, присмотрели. Да, и это заняло полтора месяца, я приезжала на одну встречу, представь, меня привезли на другую встречу, потому что, когда они сказали, что у них есть потребность в воде, вот просто Дух Святой проговорил в мое сердце, что мы должны принести туда воду, что если мы хотим проповедовать, это не только словами, но и делами, что Иисус живая вода, знаешь, что Иисус приносит надежду и в делах тоже, и я сказала, на одну встречу меня позвали, и представь, там было 120 человек, и в основном это все мусульмане, мужчины, одеты в своих, как бы, ну, одеждах, и мне говорят, говори. Я такая сказала, ой, Иисус, помоги мне. Я начала говорить, я рассказала историю, как я туда попала. Женщина говорила. Представь, да, женщина не имеет права говорить, женщина не сидит за одним столом с мужчиной, женщина не ест за одним столом с мужчиной, и поэтому сказала Иисус, если ты не будешь говорить, то мне нечего сказать им. И я вышла туда, и я сказала, я почитаю вас, я уважаю вас. И я сказала, я говорю, имя моего Бога, и почему я это упоминаю, потому что имя их Бога, это Аллах. Я сказала, имя моего Бога, Иисус Христос, и я верю, что Он хочет принести надежду для вашего селения. И я встала на колени, я подняла свои руки, я говорю, я хочу благословить эту землю, потому что я верю, что надежда сюда идет. Мы знаем, что у нашей надежды есть имя, это Иисус. И представь, огромнейшее чудо в том, что сейчас, у нас было полтора месяца назад, это официальное открытие, мы пробурили первую скважину с чистой водой, 120 метров, мы поставили огромную емкость, это 10 тысяч литров воды. Туда вмещает там 5 кранов, и на этом колодце, табличка, на их языке, на Суахилле написано, Иисус, живая вода, и местописание, Иоанна 4 глава, кто пьет от него, не будет жаждать вовек. Я поняла, мы не будем ставить имя никакого служения, потому что оно им ничего не даст. Они и так не знают. Знаешь, для нас, кто какие-то знаменитые, там есть служители, служение им, они ничего не говорят. Есть единственное имя, которое до сих пор говорит, это имя Иисуса. И вот сейчас я туда возвращаюсь, я молюсь об этом, чтобы мы провели электричество в этом селении, и открыли школу, образовательную школу. То есть даже школу нет. Да, школу, которая будет основана на христианских основах, христианские принципы, где мы будем поведовать Иисуса, и как бы в то же самое время давать им образование. Там столько есть племен, столько есть детей, и они хотят учиться, у них нет такой возможности. Мы хотим построить эту школу, и чтобы они знали имя того, кто это сделал, это Иисус Христос. И чтобы из нашей школы уже выходили люди, которые имеют образование, которые будут сами евангелистами, пасторами, которые будут учеными, и которые смогут распространять это царство Божье среди своих племен, городов и стран. Ну, после уже определенного периода времени, ну, так уже к тебе привыкли все, наверное, уже начали чуть-чуть по-другому относиться, да, уже с уважением чуть-чуть. Как сейчас ты чувствуешь, мусульманская вообще аудитория слушает Евангелие, или все-таки не очень? Ты знаешь, как кто, потому что разные люди, но они слушают. То есть уважать уважают, но слушать не особо. Да, но они слушают, они слушают, и, конечно, знаешь, среди мусульман им важно, им важно также видеть чудеса и видеть Бога, проявленного в силе, не просто на словах. А не увидели или еще нет? Я думаю, даже в виде этого, то, как я думаю, я не могу говорить сейчас за них, но то, что мы принесли этот колодец, что у них есть этот колодец, не ожидая ничего взамен, мы им не сказали, и вам надо этот колодец, вам надо сейчас, знаешь, принять и покаяться, мы сказали, это для вас, почему мы это сделали, единственная причина, потому что есть Господь Иисус Христос, Который вас любит. И это, я знаю, что это их мышление, понимание, когда ты что-то делаешь, не ожидая взамен, не говоря ничего, что они что-то должны делать взамен, просто потому что их Бог любит, Которого зовут Иисус. Я верю, что это меняет мышление. И сейчас вот то, что мы хотим делать по возвращению, просто что, проектор? Ну, знаешь, есть проектор, когда показывают фильмы, и в основном это происходит в вечернее время, это просто мы будем такую простыню расстилать, если можно сказать, очень так экзотически, показывать фильм Иисус. Может быть, кто-то нам поможет, экран купить? Ну, знаешь, экран мы даже, наверное, не знаю, если сможем, потому что как перевести, но вот проектор, нам нужен проектор, и просто простыня, белая простыня, то есть у нас вот так все проще. И показывать фильмы Иисус на их диалекте, и проповедовать, проповедовать Евангелие, молиться за больных, молиться за исцеление, и вот тем самым принося добрую весть о нашем Спасителе. Это вот то, это ближайшие планы по возвращению. Слава Богу. Велина, такой вопрос. Вот многие могут тебя смотреть там на Фейсбуке, ты такая всегда веселая, энергичная, радостная, здесь сейчас на телевидении улыбаешься. А кто, Эвелина, за кулисами? Эвелина за кулисами та, которую вы видите, Эвелину на экранах. Серьезно? Да. Потому что я молюсь о том, я знаю, что самая сильная проповедь, самое сильное свидетельство, это не сказанное за кафедры, или не написанное в социальных сетях в твоем статусе. Я верю, что самая сильная проповедь – это наша жизнь, это то, как мы живем в своей жизни, и то, что мы делаем. И я всегда прошу Иисуса, вот ты говоришь о радости, всегда веселой, радостной. Я верю, что сила наша в радости, сила наша в радости в Господе, потому что находясь, вот в обстоятельствах, говоря, все ли у меня просто – нет. Все ли у меня как бы легко – сто раз – нет. Может быть, тысячи раз – нет. И встречаясь с разными обстоятельствами каждый день, но я понимаю, на чем будет мой фокус. Знаешь, враг и дьявол, он всегда хочет тебя сфокусировать вот на чем-то, на чем-то, чего у тебя нету, или на плохо, или на болезни. Но я верю, и я учусь до сих пор. Я говорю, Иисус, помоги мне перенаправлять свой фокус со своих проблем, со своих каких-то нерешенных вопросов на тебя. И поэтому в этом моя сила, и в этом моя радость. Не во мне, во мне нету радости. Вот как в Эвелине, в плоти, нет, я устала, хочу спать. У меня три недели не было воды дома однажды. Знаешь, и плод твоя говорит, ох, как говорит. А зато потом, когда появилась вода, знаешь, и холодная, у нас нету горячей воды. Зато столько радости. Да, и потом я скажу, Боже, Иисус, спасибо тебе за эту воду. И поэтому то, что я верю, и я молюсь об этом. Есть, знаешь, вот это Иоанна 15, почему я часто привожу? Потому что, в пример, когда мы пребываем в нем, и я верю, чем больше мы проводим просто время с Иисусом, это вот есть секрет твоей тайны комнаты. И мне когда спрашивают, где твое вдохновение, я однажды приехала на одну конференцию, и я сказала, меня не вдохновляет Африка. И мне сказали, ой, лучше не говори, а то разочаруешь. Я говорю, слава Богу, пусть быстрее разочаруются, потому что тебя служение может не вдохновлять. Или рано или поздно оно закончится, вдохновение в служении. Пастора могут разочаровывать, служителя, ты сам себя можешь разочаровывать. Там представление о миссии может разочаровать. Но единственный, в ком мы черпаем источник, и в ком мое вдохновение, и источник моей силы, это Иисус Христос. И я понимаю, если у меня нет моего времени с Ним, если я не провожу там, мне нечего сказать, мне нечего дать. Написано, Иоанна 6. Сколько времени ты молишься? Сколько времени ты себя проводишь? Ты знаешь, я... В общем, хотя бы... Не могу даже сказать, потому что я вот постоянно могу ехать, говорю, папа, спасибо, Иисус. Я вот, я пребываю в молитве. Ну, как написано, молитесь постоянно. Ну, не то, что... Ну, вот мы перед... Даже мы сейчас два раза даже помолились перед этим эфиром. Это как когда? Как когда? Я не могу сказать. У меня нет такого четкого графика, что сейчас один час. Я должна молиться один час, потому что я верю в отношения. Вот, к примеру, да, если вот ты со своим другом идешь, и вот представь, ты говоришь своему другу, ну, мне не очень хочется с тобой быть, и твоя компания не очень приятна, но давай час мы должны просидеть, потому что надо. Если я верю, что человеку это не всегда приятно, я верю также с Богом, если мы говорим о дружеских отношениях, к кому нас призывает Иисус. И поэтому я просто, я провожу с ним время, как с другом, общаюсь иногда, иногда я молчу, иногда я слушаю поклонения. С друзьями иногда и надо помолчать. Эвелина, у нас тут есть с фейсбука такая интересная новость. Да. Ты вспоминаешь там, что называешь женщину, сестру, коллет, называешь ее духовной мамой. Да. В каком смысле это твоя духовная мама, и почему твоя родная мама не духовная? Ой, моя мама тоже духовная мама, моя мама вообще мой лучший друг. И что я под этим подразумеваю? Если я нахожусь в полном служении, я поняла, что изначально для меня важно, вот представь, да, если я приезжаю, я постоянно нахожусь, то есть я где-то отдаю, я служу, я, ну там, делюсь словом. И у меня, я поняла, что мне нужны люди в моей жизни, перед которыми, знаешь, они не смотрят на меня как на миссионера, знаешь, вот или там проповедника, или как кого-то еще там. Я перед ними, у меня тоже есть свои вопросы, и у меня есть свои нужды. И я, кстати, от нее только вернулась, я провела время с ее мужем, и с ней у них дома. Это время... То есть даже у тебя есть духовная мама, к которой ты рассказываешь, которая молится о тебе. Рассказываю, и которая молится за меня. Знаешь, потому что часто люди просят, можешь помолиться? И, конечно, и даже с ней в момент, иногда, да, мы иногда молимся вместе, но иногда я просто, и она молится за меня, потому что я верю, что это важно. Это подотчетность, с одной стороны, когда ты, допустим, есть какие-то моменты в служении, то есть это один... У меня есть несколько таких человек в моей жизни, которые находятся очень много лет в служении, которым я доверяю, я принимаю их авторитет, и то есть я открыта перед ними, я принимаю от них советы. Если есть какие-то вопросы трудные для меня, я всегда советуюсь. Это в этом плане. Когда ты лежала в роддоме, вдвоем мы чуть не умерли после родов, кого ты мечтала держать на своих руках? Как ты представляла, кем будет твоя выжившая дочь? В одной минуте, если ты можешь... А у моей мамы были очень трудные роды, и она почти чуть не умерла при родах. И практически она умерла, и я. Это было настолько критическое состояние. На тот момент мой папа, он переливал очень много своей крови, он давал своей маме кровь моей маме, и нас спасли. То есть это было чудо. Слава Богу. В отношении второй части... Да. Кого она мечтала держать? Оправдались мечты? Когда я ей задала вопрос, она сказала да. Она говорит, я не могу представить себе другой дочери, чем ты. И для меня, наверное, это самая большая награда слышать это от своей мамы, потому что она мой лучший друг. Да. Ну я думаю, что твоя мама обязательно радуется, слушая этот эфир. Вот. А к сожалению, к сожалению, наша программа заканчивается. Вот. Но у тебя есть еще одна минута времени для того, чтобы, так сказать, вдохновить наших телезрителей, всех, кто будет смотреть нас. Вот поэтому, пожалуйста, у тебя есть время. Дорогие телезрители, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы были с нами в это время. И просто я хочу вам сказать, что Иисус настолько сильно вас любит. И все, что я могу вам сегодня сказать, чтобы вы сказали Богу да. У Него есть предназначение и миссия для вашей жизни. И чтобы вы знали, что есть чудеса, есть судьбы, есть целые поколения, которые находятся на другой стороне вашего послушания. Если вы просто скажете Иисусу да, вы будете видеть настолько, насколько велика Его сила, даже через вашу немощь. И Он хочет достигать этот мир, который нуждается в Его любви. Но Ему нужны для этого ваши уста, ваши руки и ваши ноги, которые от ваших городов и до конца земли пойдут и будут проповедовать нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо, Евелина, за то, что были с нами. Дорогие друзья, чтобы так обобщить немножко то, о чем мы сегодня слышали, мы понимаем так, что каждый из нас это уникальная личность, но однажды каждого из нас Бог призывает к определенному служению. И если мы будем повиноваться воле Божьей, если мы пойдем туда, куда нас Бог зовет, то это значит, что в один прекрасный момент, так же, как и Евелина, кто-то из вас будет сидеть здесь в следующий раз, будет участвовать здесь. Почему? Не потому, что мы такие хорошие, не потому, что там случайно как-то что-то вдруг получается, а потому, что однажды мы, услышав голос Божий, решили послушаться этого голоса. Вот, поэтому желаем вам быть послушными воле Божьей, повиноваться, как Евелина говорит, говорить «да», и не только говорить, а ехать, идти, действовать дело, то, что вам говорит Господь. Вот, поэтому благословение вам во всем этом. Пусть Бог вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok